всех приветствуем друзья сегодня у нас в гостях мой друг флинт сегодня у нас на обзоре будет cpc корсет от проекта лиф значит это обновленная их версия я скажу чем он был доработан в чем он был доработан по сравнению с предыдущей версией скажу свой отзыв касаемо вообще в целом корсетных бронежилетов также флинт скажет свой отзыв там свой опыт эксплуатации если у него был либо же своих товарищей то есть мы сегодня прям с максимально профессиональной точки зрения постараемся вам рассказать про корсетные системы про корсетные жилеты от проекта лиф на примере проекта лиф все поехали итак начнем сначала с основных моментов которые были доработаны а потом перейдем уже к опыту эксплуатации так далее первый момент значит по сравнению с cpc ну если мы берем оригинальный край пресижен и вообще в целом cpc там от эмерсона там и да там сейчас куча короче разных китайских компаний которые делают cpc то есть они их просто копируют с оригинального край пресижен ничего не дорабатывают и выпускают в продажу здесь у нас по сравнению с предыдущей версии значит доработан передний плейт бэк то есть здесь сделаны велкро панели для того чтобы можно было фиксировать кап сзади также улучшена вот это вот такой специальный материал где вы тоже можете поставить кап продается в разных там везде магазинах бывает вот как раз таки под каждую часть корсета свой кап то есть если вас такие не устроит вы можете это доработать сделать велкро панель была доработана были доработаны fastx и то есть как вы знаете на оригинальном cpc от край пресижен либо же их репликах там один fastx вот как раз таки значит с правой стороны справа с правой стороны здесь сразу было доработано сделано два кто-то правша кто-то левша кому-то снимать удобнее то есть с правой стороны кому-то с левой стороны чтобы вот эти вот не заниматься вот этой хероборы через голову так там переодевать и тогда или же когда вы едете в транспорте отстегнули два fastx у вас значит он упал на колени его и себя комфортно чувствовать также здесь был переработана под наши российские реалии передний плейбэк и задний плейбэк сделано был специального встреч материал тянущийся для всех любых форматов плит гранит обычный сапи ливовские плиты там китайские если кто-то ими до сих пор пользуются блять щелковские плиты и самые толстые это atlant armor то есть они такие прям реально толстые плиты они тоже сюда заходят потому что они как раз таки у меня сейчас и стоят в качестве примера ну и задний плейбэк также тоже был доработан там ну и основные мелочи то есть я не буду остальные рассказы то что значит там переделали вот эту велкрушечку другого цвета сделали материалы кордура тысячная оригинальная стропа мультикам то есть все материалы в данном корсете полностью оригинальны еще момент очень важный здесь где значит непосредственно крепится лямки все дополнительно еще прошито потому что были такие ситуации что значит у кого-то отрывались лямки при долгой длительной эксплуатации да то есть там повседневно человек пользуется несколько месяцев они понятное дело там расслаивались где-то надрывались и в итоге рвались здесь дополнительно прошито с внешней стороны с внутренней стороны и так далее и так значит в принципе по основным моментам я закончил сейчас мы переходим конкретно уже к опыту эксплуатации чем корсетные жилеты отличаются от обычных жилетов и какие у них плюсы и минусы и так далее также мы чуть попозже еще поговорим про дополнительные модули которые прикрывают вашу брюшину и пахну в основном корсетный бронежилет он необходим для чего для того чтобы тебе при длительной его носки было удобно грубо говоря если у тебя болит спина если тебе например тяжело дышать потому что обычный бронежилет когда ты его застегиваешь он как корсетный не расширяется корсетный при дыхании за счет резина которые задним плейдбеки стоят он расширяется далее также здесь ничего не надо колхозить потому что вот с товарищем общался который решил поехать зону из его со своим бронежилетом 6b 45 горит я туда горит прямо стрячу сткс с упора игры как ты это будешь делать говорит как не при колхожей игру можешь вот зайти на сайт заказать себе специализированный плитник сеписи где уже будет непосредственно крепление для сткс с упоров и ничего колхозить не надо нет говорит мне 6b 45 нравится я сам при колхожу сделаю говорю ну окей и как в итоге тело история как нет он сейчас пока в отпуске приедет я хочу на это произведение искусство посмотреть что он там придумает самом деле я скажу так сам все песи не ходил потому что в основном позиционная была у нас оборона заходил я в 6b 45 потом когда уже началась позиционная оборона грубо говоря без наступательных действий я себе взял обычный плитник без корсета если ты вот например как у нас да есть там дрг который у нас ребята ходят там не не в тыл противника но также надо на дальние расстояния чтоб тебе было намного больше удобней передвигаться и чтобы можно было хоть на дальние расстояния не задыхаясь и разгрузить ну свой плечевой пояс на поясной разгрузки в принципе вещь хорошая удобная но если ты например обычный там пехотей который сидишь в окопе думаю тебе в не стоит заморачиваться можно купить обычный плитник если ты где-нибудь в разведке ходишь куда-нибудь на дальние расстояния там по пять километров то да желательно бы обзавестись да ну то есть это сну это специализированное издеваясь мы ни в коем случае не говорим то что вот все быстро ломанулись и побежали покупать нет просто данные сеписи в принципе под bd вот как ты считаешь вот если мы берем вот сеписи развитые у нас камербанда плюс там значит модуль который прикрывает пах и еда и брюшину вот если вот полный комплект вот так вот его носить именно на постоянке да вот тут как ты считаешь да конечно это будет достаточно удобно и актуально если сюда еще модуль шеи также приделать без проблем сейчас на данный момент я знаю вот атлант армара я сам себе заказывал баллистические пакеты широкие здесь как это мои стоят то есть я понял насколько я понимаю здесь не получится вот например обычный плитник вот который проект олив есть комплекта стрелка который до 60 90 здесь у них да здесь у них камербанда он побольше да сюда есть возможность ставить противоосколочные пакеты большие вот я себе ставил меня прям по самой подмышки там четко все закрывает то есть ну если есть возможность есть деньги то конечно покупайте но его можно работать всеми модулями которые ты можешь только себе сюда поставить и пользуйся тебе будет намного удобнее ты не будешь задыхаться тебя не будет грузиться плечевой поезд здесь вот и просто сказал про камербанда здесь это просто это стандартный камербанда я понял то есть сюда ну заходит обычный противоосколы есть также дополнительные модули если мы говорим про чтобы повысить площадь защиты продаются на маляги вешаются дополнительные бывают вот сюда вот значит бывают значит крепится также еще дополнительные модули то есть в этом плане себе силу ну ты сам знаешь что он достаточно универсаль даже то есть на него можно навесить при штурму то есть на штурм как и при какой-то легкой работе то есть здесь уже каждый компонует его под себя вот ты ну пользовался до продукции вот канкнут у нас сегодня поскольку на обзоре проект лифт поэтому и говорим про проект лифт и пользовался вот вообще продукции проекта лифт и используем сейчас я вот себе же купил комплект стрелка проекта лифт там получается плитник подсумки все у меня все подсумки считают проекта лифт что другие я не стал брать как бы они достаточно хороший удобный что еще у меня проект медицины медициной пользовался конечно пользовался но сейчас у меня медицина от на русская но оригинально нет аптечка которую ты меня подогнал да она у меня и не на русская медицина то есть тоже чтобы было понятно людям то есть мы не говорим то есть если у вас есть возможность покупать оригинальный north american rescue там кат 7 турникеты там бандажи только в путь дай бог пожалуйста но если у вас нет средств есть отличные аналоги как вот проект лифт который делает и турникеты и банда вообще в принципе весь спектр тактической медицины они полностью обширены все сделали это работает идентично как и у оригинала клиф это уже проверено на уже давно он уже сейчас это будет конечно звучать как реклама но так и есть потому что вот как объяснить людям то есть вот мы например рассказываем про себе сильный олив это уже равно реклама потому что мы рассказываем то есть мы говорим свой отзыв свой опыт эксплуатации и так далее и тому подобное блин и то есть человек он не понимает то что мы просто даем отзыв рассказываем про продукт он сразу думаю что нам заплатили вам и мы значит только за бабки это делаем блин у нас ладно это уже отдельная тема корону про и вот про медицину да ну это думаю можно будет потом как-нибудь в отдельном ролике да 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 про медицину сейчас просто много компаний появляется на рынке которые тоже достаточно хорош помимо проекта лиф который тоже можно пользоваться но не все проверенные так сказать боевых действий от проект лиф уже давно уже специальной операции на протяжении продолжительного времени уже зарекомендовал себя и нашим ребятам и вот дадикам отправляли кучами чуть-чуть этого отправлен отправляли они как бы пользуются работой там пона да и турникетами всем все что можно не давал к качеству изделий вопроса нет то есть все материалы которые использованы что вот в корсетнике что вот у тебя 6094 даже дали там все материалы оригинальные то есть если это мультикам стропа то это будет оригинальный мультикам стропа если это кордур то это будет оригинальная насколько они в этом заморочены конечно только я понял здесь еще из-за того что можно да 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 конечно из-за того что но это мой да это мой язык здесь у тебя стоит сразу против до противоосколочно он он уже идет сразу в этом в плите если если у вас обычный гранит вы сюда можете еще перед плитой засунуть непосредственно противоосколочный пакет который не даст осколкам пули разлететься вам в лицо вот то есть сеписи и предыдущий отдали него или же оригинальный сеписи от край пресижен у них здесь значит в заднем плейбеке очень плана да я такие маленькие и был была проблема туда гранит засовывать и так далее они вот этот момент ну как я в самом начале сказал доработали то есть он теперь достаточно такой ну он тянется обширный и то есть вот такие плиты как atlant armor который широкий они прям залетают сюда прям вообще на ура без каких-либо проблем вот он прям сразу зашел и все дождя на паузу да мы сейчас слышно ты откройся в стрёмнике туда закинем подворю его не дурак вот он ты сбрал строкбольные гранаты итак друзья будем подводить итоги и как раз таки еще коснемся темы значит баллистической защиты разнообразный значит перед тем как мы перейдем к баллистической защите я по поводу этого плейта писала в своем телеграме и дальше по ходу эксплуатации буду как бы вас держать в курсе все ссылки на телеграм на мой на моего друга флинта который тоже очень делится полезной информацией в том числе информации с зоны боевых действий все ссылки необходимы для вас будут в описании поэтому обязательно подпишитесь на меня на флинт и поддержите подписки потому что это для нас важно то что мы видим то что наше сообщество разрастается вас становится больше мы отвечаем на ваши вопросы интересующие то есть я думаю это важно для продвижения сообщества и давай тогда подытожим и как раз поговорим про значит защиту вот какую ты использовал на постоянной основе что постоянной основе вот обязательно напашник это обязательно пусть так каждый мужчина печется ну и ранение в область паха могут сделать очень плохо потому что их трудно обработать трудно опережать турникетом не все умеют остановить кровотечение в области паха поэтому необходимо использовать баллистические модули такие как пах мне почему не нравится вот такие хлястики мне больше нравится когда велкро есть она более плотнее сидит то есть никаких зазоров нет она более плотнее сидит здесь мне кажется ну будет так жиденько гулять знал что-то об этом скажу что являюсь на также смотри вот эта часть крепится получается вот сюда на нижнюю то есть она закрепляется да 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 маляга то есть это брюшина и потом вот эта часть уже крепится вот таким вот образом сюда то есть вот так и вот так и то есть она у тебя здесь нету пространства и болтаться вот так вот она у тебя вот так в разные стороны будет не уж это две части в это понятное дело но можно про что ты можно можно же сделать вот сюда ну вот сюда а все и окружу чтобы ты ее под пили передний модуль засунул и вот сюда присобачить вилк руху чтобы она а ну можно и так сделал не как бы так он да тогда согласен да и все что вилк руха тишина была бы удобнее даем удобнее чем по чем стропа я думал вполне да ну то есть ну это как бы это может эта мелочь ну даёт такой но мне бы так удобнее было не согласен я заказываю использую только ну да я понял я то просто думал то что ты имел ввиду типа то что значит некоторые же используют модуль без пузо а чисто до чисто марки да если есть также можно вот смотри да у нас вот здесь у нас подсумки да ты и ты и кричишь короче то есть под подсумки закрепляешь либо же вот на эти но блин самому мнению про проб и стороны с рощи не проще гулять а вот сюда на внутреннюю сторону под эти стропы вот сюда и вот сюда и вот он у тебя вот тут вот держится да то есть ты закрепил нахлёст я делаю да и говорю то есть здесь сначала крепится модуль вот этот то есть и он у тебя вот он прикрывает и вот этот модуль уже допом еще идет как говорится сколько людей столько мне не да не по поводу вилк руки я с тобой согласен то что мне тоже лично вот не велка но прям сильный такой разница то есть у тебя все равно площадь я тоже был у меня тоже двух модуль на брюшину закрывает и пах ну здесь короче по поводу велкро подытожим а мне тоже в принципе нравится велкро но вот такая вот стропная система на тоже вполне работа здесь уже на любителя так скажем короче но если проект лифт сделает на велкро ну тоже будет это как бы неплохо итак друзья итог сиписи от проекта лифт доработан под наши реалии сделан как всегда из качественных материалов оригинальных материалов то есть это готовый продукт который можно использовать с капами под все короче российские нужны и под разную специфику вашей работы как это окоп и как это адресная работа то есть он достаточно обширный это все решается дополнительными модулями как то так друзья спасибо большое за то что были с нами сегодня пишите ваше мнение в комментариях будет интересно почитать что вы думаете в принципе о жилетах вот такого типа как корсетные жилеты чем вы пользуетесь тоже пишите не забывайте подписываться на канал на telegram все ссылки на меня еще вторая на флинта и где приобрести тоже жилет и напашники и медицин да короче все это все будет в описании как то так друзья спасибо тем больше и больше канал растет для тем больше и больше становится каждому объяснять блин я уже изъебала это вся хуйня на каждого одного долбоеба которым ты объяснил найдется три дебила это еще больше надо объяснять одно и то же одно и то же и нахуй то нужно был дебилами блина